Вот так выглядит пирс лодочной станции. Фактически он оказался под водой. Невольно напрашивается фраза «никогда такого не было и вот опять». В июле этого года пирс на территории парка имени Зернова дважды топило. Уровень воды в Сатисе значительно превышал норму. Тогда администрация города уверила жителей, что это произошло неожиданно и все можно исправить. Сегодня у нас вторник, 14 ноября. Сегодня кромка воды, уровень воды, он находится на уровне верхней части наших пирсов в парке Зернова. Это не ЧП. Почему? Потому что две недели назад я уже стал сообщать о том, что уровень воды неуклонно растет и по всему тренд, тенденция видна, что произойдет то, что сегодня происходит, то, что мы видим. Шкала на самом гидроузле показывает отметку 320 сантиметров, что превышает установленный Ростехнадзором верхний критичный предел на 40 сантиметров. Уже много лет уровень воды в реке регулировался с помощью левого затвора сооружения. Со временем река подмыла его стенки. Он потерял герметичность. Эксплуатирующая организация ООО «Спецсантех» по указанию администрации установила второй затвор, который пытались поддерживать в удовлетворительном состоянии. Сейчас плотина введения МУДЭП. Ей требуется срочный капитальный ремонт. Руководитель лодочной станции опасается, что проблему опять оставят без внимания. Ожидаемые заморозки приведут к тому, что над пирсом встанет лед. Если этот лед не растает и уровень воды не снизится, то весной, когда постановлением администрации будет перед паводком сбрасываться уровень воды, вот эта вся ледяная глыба, в которой сейчас окажутся наши пирсы, они вырвут как минимум всю нашу инженерную коммуникацию, которая там есть. Это водопроводы, электричество, все что угодно. Это вырвет все с корнями. Гидроузел не держит воду должным образом уже более пяти лет. В данный момент вместо плотины стоит глухая стена. На эксплуатацию гидротехнических сооружений ежегодно город выделяет около 2,5 миллионов рублей. Мы отправили запрос в администрацию города, чтобы выяснить, почему затворы на плотине долгое время остаются в плачевном состоянии или шлатаются от случая к случаю. Какие меры будет предпринимать дорожное эксплуатационное предприятие в связи со значительным превышением уровня воды? И есть ли квалифицированные специалисты для проведения таких работ? Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.